В теории у российского казака на митинге прав столько же, сколько у обычного дружинника. Все эти права прописаны в 44-м федеральном законе. В первую очередь казаки должны помогать полиции, но 5 мая 2018 года во время акции «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации Владимира Путина, офицеры и рядовые сотрудники наоборот просто наблюдали, как казаки зачищали Пушкинскую площадь. Без специальных щитов, дубинок и электрошокеров, зато с нагайками казаки врывались в толпу людей, которые не оказывали никакого сопротивления. Именно такие. Кстати, в последние годы чаще всего и становились их жертвами. Вот кадры из Сочи. 2014 год. Это группа «Пуссерайт». Казаки избивают безоружных девушек. А это Анапа. В мае 2016 года казаки напали на группу Алексея Навального. В 2017 году в Краснодаре крепкие мужчины в попахах пришли громить только что открывшийся предвыборный штаб Навального. Каждый раз рядом по странной случайности не было ни одного сотрудника правоохранительных органов. Краснодарский край – это вообще место, где казаки чувствуют себя особенно уверенно и выполняют роль своеобразной политической полиции. В основном они не ходят по одному. То есть если идет казак, он обычно идет с кем-то из сотрудников полиции. Вот они активно участвуют там во всяких… Ну вот когда еще можно было там на 9 мая ходить по улицам, вот они ходили, ввели там свои какие-то тоже псевдовойска, что-то еще. Они участвуют в каких-то таких общественных организациях. То есть где сотрудники администрации, где депутаты, там обязательно казаки тоже со своими там этими шапками, тапками. Когда были митинги в январе, в апреле в поддержку Алексея Навального, казаков было очень много. Казаки занимаются не только политикой. Они пытаются принимать участие в благотворительных акциях. Например, когда произошло наводнение в Крымске, казаки Петербурга собирали передачу и даже хотели сами выехать на помощь жителям Краснодарского края. Отправку гуманитарной помощи в Петербурге тогда курировал активист Дмитрий Сухарев. Было очень удивительно, когда мы увидели, что они привезли несколько ящиков икон. Надо понимать, что тут стоял выбор. Автобус он маленький, там багажа мало влезает. Конечно, когда выбор стал между их ходами и лекарствами, единственными вещами, конечно, мы отказали им. Потому что, ну, потому что. А вторая была проблема, что, собственно, эти казаки, когда поехали на автобусы, они начали безбожьи пить. Всю дорогу они пили. И поэтому, когда автобус приехал туда, в Баканку, люди, которые так себя вели, свернули и отправили обратно. Если ты не родился в казачьей семье, это не значит, что в России ты не можешь стать казаком. Форму, погоны и удостоверение дадут практически любому, кто пройдет собеседование. Виталий Буров живет в Петербурге, занимается бизнесом и региональной политикой. Он пробовал вступить в казачьи войска ради карьерных перспектив. Его вместе с другом приняли без конкурса и сразу позвали участвовать в казачьем кругу. Это такая форма самоорганизации для решения важных вопросов. Все это выглядело как большое собрание казаков в каком-то деревенском ДК, не могу вспомнить, где-то в Ленобласти мы собирались, на которое нас пригласили с товарищем, выделили нам автомобиль, оплатили бензин. Мы поехали, наверное, даже без доверенности в этот ДК. Виталий предполагает, что такое доверие им оказали не случайно. Вероятно, обществу, в которое он обратился, надо было показать коллегам-казакам, что у них есть молодая кровь. Мы сидели в этом ДК и смотрели на то, как какие-то мужики избирают какого-то там своего секретаря или там какую-то ячейку районной организации очередную, там снимают из-за какого-то там позорного момента. И там супруга этого казака выходит, его защищает, такая Санта-Барбара. Казаки — это обычные россияне, но с правильными взглядами, правильными с точки зрения властей. За готовность казаков защищать интересы государства, государство щедро платит им госконтрактами. Например, Центральное казачье войско, бойцы которого принимали участие в разгоне митинга «Он нам не царь», приуроченного к инаугурации Владимира Путина в 2016, 2017 и 2018 годах, получили от правительства Москвы три контракта в общей сложности почти на 16 миллионов рублей. Документы на сайте госзакупок нашел журналист Андрей Захаров. Официально платили казакам за обучение охране общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий. Солдь, вы должны разойтись, не мешайте проходы в разно. Еще один вариант финансирования казачьих объединений через оплату услуг ЧОПов, то есть частных охранных предприятий. Казакам надо просто создать юрлицо, а дальше дело за малым. Выигрывать тендеры в муниципалитетах и на госпредприятиях. Вот типичный пример одного из таких документов. Но если казаков призовут в Росгвардию, то они получат самые настоящие зарплаты. На сайте по поиску работы Headhunter соискателю обещают в Москве доход от 48 тысяч рублей. Эта цифра может быть гораздо больше в зависимости от разных коэффициентов, уровней допуска к гостайне и надбавок за особые условия труда. Причем особыми они могут быть и в мирное время. В Росгвардии казаки смогут рассчитывать не только на зарплаты, как у силовиков, но и на арсенал, как у силовиков. Это винтовки, автоматы и даже боевые машины пехоты. До сих пор у казаков не было привилегий в этом плане. Они вооружались на тех же основаниях, что и другие россияне, без попах и штанов с лампасами, согласно федеральному закону об оружии. Справедливости ради надо отметить, что казакам и раньше никто не мешал служить в Росгвардии. Просто сейчас полпредпрезидента Юрий Чайко предложил формировать отдельные казачьи подразделения. Пока непонятно, будет ли у них какая-то специальная форма или только нашивки. Но даже без этого только фонд оплаты казацкого труда обойдется в миллиарды рублей в год. В 2018 году журналисты-коммерсанты писали, что официально в России 189 тысяч казаков. Для сравнения, в Росгвардии всего служат 340 тысяч человек. Это данные издания проект. Если всех казаков поставят под ружье численность личного состава Росгвардии, можно увеличить вдвое. И это только если речь о зарегистрированных казаках. Всего к этому обществу, по данным издания «Медуза», себя причисляют 5 миллионов россиян. Юрий Баранюк и Алина Агатина. Настоящее время. Без запретов и цензуры. Подпишись на телеграм-канал «Настоящего времени» и будь в курсе о последних новостей и важных событиях. Субтитры создавал DimaTorzok